Со временем даже в Индии это исказилось. В Ватикане всегда произносится «Амин». Сотни людей полностью избавились от необходимости в лекарствах простым произнесением «Аум». Если вы страдаете от необоснованных страхов, ежедневное произнесение «Аум» в течение нескольких минут приведёт к невероятным изменениям в вас. Если бы вам потребовалось произнести какой-нибудь звук, не используя язык, какие звуки вы смогли бы произнести? Я прошу вас поэкспериментировать. Не используя язык, просто попытайтесь произнести звук. Да, безусловно, можно произнести «А». Возможно. Возможно. Ещё какой-нибудь? Да, возможно. Вот кто не говорит. Немой. Какие звуки он издаёт? Потому что для произнесения этих трёх звуков не нужно использовать язык. Если убрать ваш язык, вы сможете произнести только три звука. «А», «У», «Н». Используя язык, вы ставите его в различные позиции по отношению к нёбу, чтобы смешать эти три звука и произнести все остальные звуки, которые вы производите. Если вы знакомы с цветным телевидением, то вам известно, что существует только три основных цвета. Задействуя эти три цвета, вы можете видеть на кинескопе все возможные цвета. Также существует только три основных звука. Используя эти три звука, вы можете производить все остальные звуки. Язык лишь помогает вам смешивать эти три звука множеством сложных способов. Эти три звука называют базовыми или универсальными звуками. Потому что эти три звука лежат в основе всех остальных звуков, которые вы можете произнести. Если же произнести все эти три звука вместе, что получится? Нет, не «о». Если вы откроете рот и выпустите воздух, получится звук «а». Когда рот закроется наполовину, получится звук «у». После смыкания губ звук превращается в «м». Почти любое существо может издавать эти три звука. Если у вас дома есть собака или кошка, что вы слышите, когда они зевают? Когда они открывают рот, то получается «а». Когда наполовину закрывается, получается «у». Когда закрывается полностью «м». Эти три базовых звука лежат в основе всех остальных звуков, которые вы можете произнести. Чему их называют универсальными звуками? Сегодня современная наука говорит вам, что всё существование — это просто реверберация энергии. Эти разные вибрации одной и той же энергии образуют так много всего. Если всё существование — это вибрация, то там, где есть вибрация, неизбежно должен быть звук. Не так ли? Там, где есть вибрация, неизбежно должен быть звук. Таким образом, всё существование — это сложное смешение звуков. Это один вид звука. Это другой вид звука. Каждая форма — это определённый вид звука. Если подать любой звук на осциллограф, прибор для измерения звука, то в зависимости от частоты, амплитуды и других параметров звука вы выведите определённую форму. Это означает, что каждому звуку соответствует определённая форма. схожим образом в каждой форме соответствует какой-нибудь звук. связь звука и форма известна как наука о мантрах. современная наука доказывает вам, что всё существование — это только вибрация. Там, где есть вибрация, неизбежно будет и звук. Всё существование — это звук. и для всего этого сложного смешения звуков базовые звуки — это «а», «у» и «м». «Аум» известен как универсальное или базовое звукотворение. В христианстве, что бы они ни говорили, к конце они заключают «Аминь». Если разбираться с тем, как это произносят в Ватикане, всегда произносится «Аминь». Уберите «эн» и скажите «Аминь». Если вы хотите с этим разобраться, то можно увидеть подобную склонность в Тамильском. Смотрите, возьмём Рама. Знаете о Раме, который родился в Айоде? Когда он пришёл на юг, когда Рам оказался в Адапрадеш и Карнатеке, люди стали называть его Рама. Затем он пересёл границу Тамилнада. Люди стали называть его Раман. Если Кришна окажется в Тамилнаде, что вы скажете? Кришнан. Если Арджун окажется в Тамилнаде, что вы сделаете? Арджунан. Если Бим окажется в Тамилнаде, что вы сделаете? Биман. Кто бы не пересёк границу Тамилнады, он будет анифицирован. Это добавление «Ан» в Тамильском гораздо более выражено, чем в Арамейском. Уберите «эн» и останется просто «ау». И сегодня, когда «Аминь» пришёл в США, он превратился в «эймен». Это и есть возникающие культурные и языковые искажения. В Исламе, который зародился в том же регионе и в тех же культурных и языковых влияниях, говорят «Аминь». Уберите «эн» и скажите «Аминь». А тот же звук. Потому что, когда человек оказывается в тишине по своей природе, никогда учитель просит помолчать. Не так, когда уши затыкаешь. А когда становишься беззвучным по своей природе, в нём начинает звучать звук «аум». Потому что «аум» — это основополагающий звук вашего физического существования. Когда звучит «аум», он начинается чуть ниже пупка и заканчивается у кончика вашего носа. Этот звук начинает звучать сам по себе. Так что, когда человек действительно затихает, и внутри него полнейшая тишина, он всегда начинает ощущать звук «аум». когда происходит его передача, со временем он ускажается согласно языковым и культурным влияниям. Даже в Индии «аум» превратился в «оум». Но это не «ом». Откройте рот и произнесите «аа». Плавно закрываете рот, и он превращается в «уу». А когда закроете, он превратится в «м». Звук «аум» несёт бесчётное число преимуществ. Даже сегодня, если кто-то приходит сюда с любыми психологическими сложностями, первым рецептом всегда будет произносить «аум». Делайте это в течение нескольких недель, достигните внутреннего успокоения, и мы перейдём к остальным аспектам. Я могу показать вам сотни людей, о которых медицина утверждала, что они должны принимать лекарства под наблюдением психиатра до конца своих дней, и которые полностью избавились от необходимости в лекарствах простым произнесением «аум». Если вы страдаете от необоснованных страхов, плохих снов, кошмаров, психологической и физической нестабильности, если у вас слабое телосложение, и вы склонны часто болеть, в особенности дети, если у них проблемы со вниманием, ежедневное произнесение «аум» в течение нескольких минут приведёт к невероятным изменениям в вас. Если у вас проблемы, если у вас есть такие проблемы, для которых в вашей жизни не находятся решения, ежедневное произнесение «аум» всё преобразит для вас. За пару недель вы сможете ощутить невероятные изменения в том, как вы функционируете, потому что это основной звук вашего физического бытия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok